Саудовский король как угроза Кремлю. Цены на нефть падают в курс рубля по отношению к доллару. Туда же, чем это грозит Кремлю и россиянам, подробнее Данил Русаков из Москвы. Неожиданный ответ на вопрос, кто на самом деле является гарантом так называемой путинской стабильности, пришел сегодня из всемирной паутины. Залог социального достатка в стране прямо пропорционален ценам на углеводороды. Такая экономическая формула сложилась еще в застойные времена. А стоимость черного золота, как оказалось, зависит отнюдь не от воли Газпрома и Роснефти. Вот пост в одной из социальных сетей, наделавший много шума. Как оказалось, единственная надежда Кремля это король Саудовской Аравии Абдуллах Ибн Абдул Азиз Аль Саид. Именно из-за него цены на нефть марки Брент на сегодняшних торгах два раза опускались ниже отметки 84 доллара за баррель. Но надежда, похоже, умерла и, как назло, не последний. В государственный бюджет России власти закладывали совсем другие суммы. Речь шла о 100 долларов за бочку углеводородов. И тут на тебе. Как скоро начнут аврально переверстывать главный финансовый документ страны? И каким очередным заговором злобной заграницы назовут происходящее в одной из итоговых программ на федеральном телевидении уже через считанные дни? Истерика вещь непрогнозируемая и может развиваться решительно в любом направлении. Реальные прогнозы могут сейчас дать экономисты. И вот что они говорят. Если там до 70, до 60 упадет надолго, то я думаю, что, конечно, через несколько месяцев придется верстать новый бюджет. И второе – это еще вопрос санкций. Потому что в бюджете заложено, что в 2015 году санкции где-то в середине года отменяются. О нарастающих проблемах в экономике говорит и начавшийся банковский кризис. Его пик прогнозируют на сентябрь 2015. Уже есть неутешительные прогнозы, что клиенты побегут аврально закрывать свои депозиты. Вслед за этим прогнозируют масштабную национализацию. Правда, это или нет, пока же только время. В любом случае, ждать осталось не так уж и долго. Пока что россияне наблюдают колебания курса рубля, точнее его падения. Он уже близок к отметке 41 по отношению к американской валюте. Это новый исторический рекорд. И, как полагают многие, совсем не предел. И, судя по всему, Саудовский король вряд ли станет спасать Кремль. Скорее наоборот. Данил Русаков, Олег Неведомский. Московское бюро. Телеканал «Интер». Продолжение следует... Продолжение следует...